На Псалом 149 «Пойте Господу песнь новую, хвала ему в собраниях святых». В переносном смысле новая названа здесь «песнь нового завета», потому что тогда обновилось все. «И завет завещает вам, — говорит Бог, — завет новый, — Иеремия 31, 31. И тварь, если кто говорит апостол, то во Христе новая тварь. И человек, — совлекитесь, — говорит он, — ветхого человека, облекитесь у нового, сотворенного по образу создавшего его. И так, по причине новой жизни, и по всему прочему, настоящий завет называется новым. И петь ныне пророк заповедует новую песню этого завета. А в историческом смысле здесь разновидятся славные и торжественные песни, которые иудеи должны были петь за победы, за успешные деяния, за трофеи. «Хвала ему в собрании святых, в церкви преподобных. Видишь ли, как пророк прежде словесной благодарности требует благодарности посредством жизни и дел. И таких людей призывает в хор поющих. Недостаточно благодарить только словами, если они не будут сопровождаться и добродетельной жизнью. Хвалите его в собрании святых». И нечто другое он внушает здесь именно показывать, что должно возносить словословие с совершенным согласием. Потому что собрание ему называется «соединение». «Да веселится Израиль о создателе своем, сыны Израилевы, сыны Сиона, да радуются о царе своем». Прежде частное благодеяние он указывает на общее. И далее приведенными словами внушает как бы следующее. «Благодари Бога за то, что Он произвел тебя несуществовавшего и вдохнул в тебя душу». Подлинно, немаловажен и этот вид благодеяния. Но здесь он внушает еще нечто большее. Таким выражением он указывает не просто на сотворение, но на близость Израиля к Богу. И заповедует благодарить не только за то, что Бог сотворил его, но и за то, что сделал его своим народом. Видишь ли, как он приближает и прилепляет народ к Богу, желая, чтобы он не просто благодарил, но с радостью, с весельем и пламенной душою. Все это он выразил словом. «Давай взвеселиться». Он требует от благодарящего такого распоряжения, расположения, чтобы он воспламенился любовью, чтобы возбуждался усердием, чтобы весь предавался прославляемому Богу. Тоже выражает он и в другом месте, когда говорит, «Как лань желает к потокам воды, так душа моя жаждет к тебе, Боже». И еще «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». И еще «Жаждет душа моя, плоть моя восторгается к Богу». Или, как говорит другой переводчик, «В земле жаждущей, желая выразить расположение и стремление души своей». Он сравнит ее с жаждущей землей, с жаждущей ланью. И в другом месте, высказывая словами это стремление, он говорит, «Когда приду и явлюсь при лице Божии». Таковы души святые, как, например, душа Павла, которая воздыхала о том, что замедлялся исход ее отсюда. И сыны Сиона возрадуются царе своем. Видишь ли, что пророк, как я выше сказал, указывает здесь на близость, на то, что они были избранным народом Божиим, потому он и прибавляет о царе своем. Бог был царем их не только по сотворению, но и по усвоению. Да хвалят имя его ликами на тимпане и в услях, да поют ему. Посмотри, как и здесь видно согласие. Лики составляются для того, чтобы все вместе, единогласно возносили словословие. Тоже внушает и Павел, когда говорит, не оставляйте собрания своего. Тоже означает и самая молитва, которая возносится всеми вместе. «Отче наш, сущий на небесах, и оставь нам долги наши, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, в который потребляется множественное число». Так и в древности люди были научаемы петь и славить Бога согласно, чтобы всеми способами они располагались к любви и единодушию. На тимпане, Псалтире, да поют ему 554. Некоторые, принимая название этих орудий в переносном смысле, говорят, что тимпан требует умерщвления нашей плоти, а Псалтире – обращение к небу, потому что это последнее орудие приводится в движение сверху, а не снизу, как гусли. Но я сказал бы, что древние были руководимы этими орудиями по причине грубости души их, и потому что они недавно отстали от идолов. Подобно тому, как жертвоприношение, так и это Бог дозволил им из снисхождения к их немощи. Итак, пророк заповедует здесь петь с радостью, это означает слова, да восхвалят имя его в ликах, согласен, чистой жизнью. Желая далее возбудить в них еще больше усердия, пророк говорит и о благоволении к ним, того, кого воспевают. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Что может сравниться с таким благополучием, когда кому благоволит Бог и вознесет кротких во спасение? Посмотри опять, как он представляет и то, что принадлежит Богу, и то, что людям. Как выше, требуя от них благодарность, он указал и на то, что принадлежит Богу, сказав, ибо благоволит Господь к людям своим. Так и здесь, возвещая то, что принадлежит Богу, требует и того, что зависит от людей, и вознесет, говорит, кротких во спасение. Возносить дело Божие, а быть кроткими – дело людей. Божие не является, если наперед не будет человечества. И посмотри на величие дара. Он никогда просто спасет, но вознесет во спасение, то есть не только избавит от бедствий, но и сделает известными и знаменитыми, доставит им вместе с спасением и славу. Объясняя это, пророк продолжает. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Как там он призывает кротких, так здесь преподобных. Бог всегда являет все дела свои чудесно. Так он освободил евреев из Египта, так вывел их из Вавилона, сделав их славными не только избавлением от бедствий, но и чудесами, бывшие при этом, и возрадуется на ложах своих. Таким прибавлением пророк выражает великую безопасность, великое спокойствие, великую радость, великое удовольствие. Это говорит он для того, чтобы они знали, что все сделано было не их собственным оружием, не их собственной силою, но содействием Божиим, которое нужно приобретать смирением и кротостью. Да будут словословия Богу в устах их и меч обоюдоостры в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами. Здесь он описывает войну с ликованием и говорит, что если они будут петь и словословить Бога, то одержат победу. Он называет здесь возношениями словословие, песнопение, благодарение. Что это значит? Так как враги, победившие иудеев, во все время пленных оскорбляли, то он обещает обличить врагов делами и показать посредством дел, что не недостаток силы в Боге, но грехи иудеев доставляли победу врагам их. Когда они достаточно были наказаны, то человеколюбивый Бог одним мановением произвел в обстоятельствах их чудную перемену. И посмотри на превосходство победы. Пророк продолжает заключать в царе их вузы и вельмож их в оковы железные. Видишь ли величие силы? Они не только прогнали и разбили врагов, но и возвратились пленниками, являя всем могущество Божие. Производить над ними суд писанный, честь и о всем святым его, аллилуйя. Что значит суд писанный? Явный, всеми признаваемый, такой, который не может быть предан забжению. Таковы дела Божии. И по величию событий, и по чрезвычайности чудес, они простираются на все будущее время. Такая, говорит, будет победа, такой трофей будет всем столь известен и столь очевиден, как будто бы он был начертан на столбе и никогда не изгладится. Слава себе будет всем преподобным его. Какая слава? Слава победы. Или лучше, не просто победы, но такой победы при содействии Божием при помощи свыше. Смотри, как пророк опять упоминает о преподобных, возбуждая к слушателях ревность, к добродетели и святой жизни. Впрочем, мне кажется, под именем славы он разумеет не только победу, но и хвалу, песнопение, словословие, научая всем этим, что прославляющие Бога приобретут и себе великую славу и явятся более светлыми благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.